МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом художника превратилась в каток. Маршрут продлили, а новые троллейбусы на линию не выпустили. Люди стоят на остановке более часа. Ледяное творчество рязанские мастера стали победителями конкурса снежной и ледяной скульптуры. Остались без зарплаты. В Рязани прекратил работу отель «Грант». Сотрудники оказались в подвешенном состоянии. Они не могут трудоустроиться без трудовых книжек, а бывший работодатель не спешит оплачивать их труд. В ситуации разбиралась Дина Исляева. Название гостиницы, как в кино, истории тоже впечатляющее, но печальное. Оксана и ее коллеги приходят сюда каждую неделю, но уже не на работу, а чтобы добиться от бывшего руководства выплаты зарплаты. В конце декабря прошлого года им сообщили, «Грант-отель» в скором времени закроется, а 18 января, что на следующий день на работу, можно не приходить. 18 числа нас собрали, непосредственно директор всего здания, и уверил, что он дал свое честное слово и сказал, что девочки, я даю вам честное слово, сейчас будет распродаваться имущество, мы будем гасить, как только какие-то деньги будут поступать, соответственно, все эти деньги пойдут на погашение вашей задолженности. Вот с 18 числа прошел ровно месяц уже, наверное, скоро, на этой неделе, но никаких вообще продвижений нет. Оксана – многодетная мама, у нее трое детей, кормить которых не на что, устроиться на другую работу она не может, трудовая до сих пор у руководства «Телегрант», которая, по ее словам, предлагала уволиться по собственному желанию, чтобы получить деньги. Согласился на это только повар, но ему пришлось обращаться в трудовую инспекцию. В трудовой инспекции нам сказали, что будут проводиться проверки, но пообещать мы вам ничего не можем, если у компании, то есть у нашей организации нулевые счета, то, соответственно, денег на нас взыскать неоткуда. Кроме того, сотрудники написали коллективное обращение в прокуратуру железнодорожного района. Сразу же началась проверка. Ее итоги станут известны 20 февраля. При проведении проверки прокуратуры района особое внимание будет уделено правовым гарантиям граждан при сокращении численности штата, своевременности уведомления о работниках, о прекращении деятельности предприятия, а также осуществлении им соответствующих выплат. Кроме того, прокуратурой района будет проверен довод заявителей о задолженности по выплате заработной платы. Что на третьем этаже бывшего полсенаута, а сейчас торгового центра Рязанский, находится отель «Грант», напоминает разве что вывеском. Мы знаем, что вот они просто вот распродают. Мы просто вот купили его, набили все. Понятно. То есть уже ясно, что ничего работать здесь не будет? Ну, они вот, можно сказать, с прошлой недели уже пошли на распродажу. Вот видите. Ну да, вот мы посмотрели, что матрас министерства оборудовал. Приехал и купил у них половину мебель. Управляющий отелем на месте не оказалось. Сотрудник торгового центра Рязанский сообщил, этот этаж уже продан. Здесь будет стационар платный. То есть это купили федеральную программу гиперинская по ядерной медицине. Здесь у нас будет стационар, здесь будет операционный и будет федеральный центр. Бывшие сотрудники отеля рассказали, после визита съемочной группы им на банковские карты перевели зарплату за декабрь. Что с остальными деньгами, неизвестно. В любом случае, этим вопросом занимается прокуратура. Если управляющий отелем добровольно не погасит долги перед работниками, ему придется отвечать перед судом. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Не чистят снег в самом центре города. На остановке дом художника за зиму замело военный госпиталь. Уборку руководство делать не спешит. Территорию просто огородили и повесили таблички. Опасная зона. Проход закрыт. Путь в поликлинику, как полоса препятствий. Татьяна живет по соседству с военным госпиталем. Ходят здесь каждый день в магазин или аптеку. Передвигаться тяжело. У женщины проблемы с суставами. Даже с тростью она боится упасть. Вообще не пройдешь. Кое-как пролазишь. И с детьми все ходят. И прям некоторые даже вот так... Вроде снежок нападал, а там лед и падают. Даже некоторые. Так что желать бы лучшего, чтобы чистили. Вообще тут плохо. Вроде центр. А вот здесь и на той стороне убирают очень плохо. Военный госпиталь – памятник архитектуры. Здание построено в 19 веке. Его строили для артиллерийских казарм. Первоначально оно было двухэтажным. В 1943 году в здании гарнизона находилась артиллерийская школа, в которой приходили подготовку будущие офицеры войска польского. Рязанский военный гарнизонный госпиталь здесь размещается с 1931 года. Старинное здание разрушается из-за непогоды. Лестницы за зиму, скорее всего, ни разу не чистили. Колонны пошли трещинами. В территории у госпиталя, скорее всего, не чистили за зиму ни разу. Из-за скопившегося снега тротуар заметно сузился. А между тем поток пешеходов здесь большой из-за того, что рядом остановка общественного транспорта. Плохо, что не чистят. Плохо. Везде плохо. Чистить надо, конечно. Ужасно. Сразу же говорю ужасно. Ничего больше не могу сказать. В принципе, неплохо. Если бы только почаще пододелали, подметали бы. Так бы все, в принципе, прекрасно, нормально. Возмущенные прохожие разместили пост в социальных сетях. Как утверждают авторы, уж если соседние магазины могут себе позволить содержать сборника, то структурное подразделение Минобороны тоже может почистить тротуар от снега. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Хотели как лучше. Получилось, как всегда, городские власти продлили маршрут 12-го троллейбуса до Октябрьского городка. Казалось бы, дело благородное. Да вот пассажиры остались недовольны. Подробности далее. Дождись транспорта и не замерзни. Такая постановка вопроса особенно актуальна для пассажиров 12-го троллейбуса. Остановка – онкодиспансер. На улице погода не располагает для долгих прогулок на свежем воздухе. Но вот пассажиры 12-го троллейбуса вынуждены стоять в ожидании общественного транспорта в продолжительное время. Троллейбус давно ждете? Давно. Час, наверное. Час. Да, час. Желательно, конечно, прибавить количество рис. 12-го ждем. Он и 17-й-то не чаще. А так каждый день, так постоянно? Да, да, да. Так изменили маршрут 12-го. То есть вы это связываете с тем, что маршрут продлили? Да. А машину не прибавили. Девушка, он так редко ходил, а сейчас вообще. Елена – медработник. Она тоже связывает долгие промежутки между маршрутами с тем, что остановок на пути следования 12-го троллейбуса стало больше. Одно время он ходил хорошо, а сейчас вот путь продлили. Я не знаю вообще, как он ходит. И по интернету смотришь, 62 бусы, то есть совпадений вообще нет. Либо его нет, а он идет. Либо пишут, что он идет, а его нет. Ситуация с 17-м троллейбусом не лучше. Лена тоже работает в кожу вен-диспансере. Женщина каждый день преодолевает путь от поселка Дягилева до остановки «Онкодиспансер». И порой он затягивается на часы. На 17-й вообще он и утром плохо ходит. Я не знаю, мало машин может быть. Постоянно мы спрашиваем кондуктора на ремонте, ломается. Я вот с пересадкой езжу. Ну, я пересадку делаю на Площу Победы, да. Мне только на 17-м можно сюда приехать. Можно на 95-й маршрутке, но она останавливается там дальше. А здесь мне удобно. Поэтому приходится на прикладных в два раза пересадку делать. В основном на 17-м и 12-м троллейбусах едут на учебу, работу или в поликлинику. Как только наступит весна, появятся дачники, путь которых пролегает как раз по этому маршруту. Чаще всего они везут с собой сумки, тележки и разную ручную кладь. И вот тогда долгие ожидания транспорта станут настоящей проблемой. Хотя и сейчас нет ничего хорошего в том, что люди мерзнут, ожидая троллейбус. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Охотник за чужим добром задержан. Телефонный мошенник, который представлялся сотрудником полиции. Он похитил более 60 тысяч рублей. Жертвами стали рязанские пенсионерки. Подробности в сюжете. Звонил на мобильный, представлялся сотрудником полиции. Говорил людям, что их сын задержан за хранение наркотиков. Предлагал решить вопрос смирно, переведя деньги на счет конкретного мобильного телефона. Сотрудники МВД задержали мужчину, который обманывал пенсионеров. Оперативники уголовного розыска провели специальные мероприятия, в результате которых установили личность и местонахождение злоумышленника. Как выяснилось, 33-летний, неработающий, ранее судимый за кражу мужчина, проживал в городе Архангельске. Сейчас точно известно о двух фактах мошенничества. Первая жертва, 70-летняя женщина, перевела злоумышленнику 40 тысяч рублей, чтобы тот якобы не привлекал ее сына к уголовной ответственности. Таким же предложением воспользовалась и 57-летняя Рязанка. Она положила на номер преступника 20 тысяч рублей. А деньги куда вы просили, чтобы он перевели? На телефонные сим-карты. А потом куда вы деньги? Каким образом наличили? Выводил на счета через электронный перевод. Злоумышленника доставили в Рязани и заключили под стражу. В ходе обыска изъяли предметы, имеющие значение для расследования. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции напоминают, что телефонное мошенничество – одна из самых распространенных преступных схем. Чтобы ее раскрыть, достаточно перезвонить родственнику, о проблемах которого сообщает злоумышленник, и лично с ним пообщаться. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще один вид мошенничества появился на волне перехода в цифровую эру телевидения. Мошенники предлагают приставки втридрога, уверяя, что оборудования недостаточно. Власти говорят, ТВ-приставок и телевизоров хватает, и цены на них не растут. Кроме того, начали появляться объявления о срочном перезаключении договоров с провайдерами на кабельное телевидение. Начальник регионального министерства экономического развития Игорь Бугаев, обращаясь к гражданам, отметил, что для тех, кто смотрит кабельное телевидение, ничего не требуется перезаключать. Для них изменений не будет. Если у вас возникли какие-либо вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, можно получить консультацию по телефону горячей линии по номеру 8 800 220 20 02. Понятие «бережливое производство» внедряется во все государственные структуры. В программе уже участвуют 23 медицинские организации. В 2019 году их число вырастет до 87. Также к проекту присоединились музеи, библиотеки, кадастровый центр, школы и даже детские сады. О первых успехах в репортаже Галины Кудряшовой. Алгоритмы выполнения заданий. Молодец, Стасия. А давайте посмотрим, что же надо сначала делать? Сначала нужно смотреть в детсаде и смотреть в глазах. В детском саду номер 30 все обучение построено на алгоритмах. Более тысячи цветных картинок учат детей правильно мыть руки, сервировать стол, заправлять кровать, раздельно собирать мусор. Именно режимные моменты усваиваются наиболее эффективно, поэтому инструкции находятся буквально повсюду. Мы очень большое внимание еще и уделяем на безопасность. То есть дети, например, четко знают, что к дверям нельзя подходить, где зона безопасности. То есть это у них уже доходит до автоматизма, поэтому в других местах, где нету этих сигнальных значков, дети уже интуитивно знают о том, что туда подходить не надо или это лучше место обойти. Этот садик стал пилотным проектом для Рязани. Технологии бережливого производства здесь внедрили год назад. За это время система доказала свою эффективность. Цветные картинки помогают детям учить цифры и буквы, рисовать. Применима она и для взрослых. Например, сократилось время адаптации новых педагогов. Благодаря четкой системе хранения даже замещающие воспитатели легко и быстро ориентируются в окружающем пространстве. А вскоре бережливые технологии коснутся и родителей. У нас в плане еще сделать так, чтобы родитель, приходя за ребенком, мог видеть, где ребенок находится в данный момент. То есть, вот, допустим, пришли за своим ребенком, вы не знаете, гуляет ли группа или находится группа в группе. То есть, планируем сделать такой большой стенд, где педагоги будут значками обозначать, где они находятся, чтобы мамам не бегать по территории детского сада и не искать, где находится их чадо. Новые методы работы внедряет и Центр занятости населения Рязанской области. Здесь начать решили с логистики. В новое здание по адресу улицы Электрозаводская, 52, Центр въехал около двух месяцев назад. При ремонте акцент сделали на открытое пространство. Первый этаж отдали под работу с маломобильными группами населения и инвалидами. А второй объединил как посетителей, так и работодателей. Оптимизация коснулась и рабочих мест. Ну, все вот под рукой, вы сами все видите. И телефон современный, и оргтехника, и, пожалуйста, все необходимо, все документы под рукой. Никуда вставать не надо, никуда идти не надо, ни за бумагами, ни за ручками. Минуты 10 это точно выгадываешь. Да, это все экономится. В январе сотрудники Центра занятости населения провели исследование. Выяснили, что в день принимают около 300 посетителей. На основе полученных данных составили рекомендации для них, что позволит сократить время нахождения в очереди. Самыми загруженными для нас днями является понедельник и вторник. Благоприятными для приема граждан это среда и четверг, и, конечно же, пятница. И самые благоприятные периоды посещения гражданами Центра занятости, это время послеобеденное, приблизительно с часу и до четырех часов. Интересно, что бережливые технологии пришли к нам из производства. Теперь их осваивают и все государственные учреждения. Начали с больниц, сейчас к проекту присоединяются школы и библиотеки, санатории, министерства и даже Центр кадастровой оценки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Продовольственная безопасность в масштабах региона. Роспотребнадзор выявил продукцию предприятий «Призраков». Так, ООО «Нортон», «Скаймилк», «Март», «Веста», «Есенинские просторы» оказались без определенного места жительства. По заявленным на этикетках адресам производства просто нет. Также специалисты Роспотребнадзора исследовали более 3000 проб молока и молочной продукции. Почти 2% не соответствуют стандартам. При этом проверяли как по физико-химическим показателям, так и по микробиологическим и гигиеническим нормам. И там, и там были нарушения. Ледяная феерия. Фигуры и статуи из-за льда. Рязанцы стали победителями конкурса по снежной и ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Братья Местрюковы участвуют в подобных состязаниях не первый год и неоднократно становились победителями и призерами. Останавливаться на достигнутом они не планируют. В настоящий момент мастера запланировали мероприятие и в Рязанской области. Тишину вокруг Ласковского озера разрывает звук работающей пензопилы. Юрий Местрюков пропиливает 37-сантиметровый слой льда. Его друг и коллега Павел Соловьев очищает с поверхности водоема образовавшуюся воду и снег. Планировалось, что на озере Ласковское вырастет ледяная арка. Как говорит Юрий, правильная, идеальная форма – портал среди замерзшего водоема. На следующий день арку планировали сжечь. Почему сжечь? Потому что, когда огонь и лед соединяются, это красиво. Лед пропускает свет от огня, начинает плакать. Юрий и Павел – не единственные художники на озере. Вскоре к ним присоединяются другие. Компания скульпторов собирается на озере не первый год. Это уже своеобразная традиция. И они с собой берут все самое необходимое. Здесь у нас все, чтобы построить все, что угодно изо льда. То есть бензин, масло, смешиваем с бензином для бензопил. То есть здесь что у нас? Всякие стамесочки для льда. Потом если там какие-нибудь нюансики и корректировочки вносить. Многие художники, которые приходят сюда – номинанты и призеры разных конкурсов. Собирает всех Юрий, который со своим братом за короткие полтора месяца Нового года успел поучаствовать в четырех конкурсах. Мы в этом году покатались много с ребятами. Ижевск, Пермь, Франция. В Альпах были снежные скульптуры. И потом в Латвию поехали тоже делать изо льда на фестиваль. В Перме они создали статую самураю, которой рубит бамбук. Было такое соревнование у японцев, где катаны разрубают бамбуковые стебли. Самурай, созданный руками рязанских мастеров, разрубил 30. Композицию так и назвали – «Один замах меча». Как итог – первое место. Мы очень успешно в этом году выступили. У нас два первых места. Еще поощрительные призы. Сами художники своей скульптуры работой не считают. Говорят, это скорее увлечение. Да и заложено в каждой композиции нечто большее, чем кажется. Искусство, как по мне, оно носит такую, как бы, не эстетическую больше функцию, а практическую. И можно при помощи произведения искусства менять людей. То есть, я, как бы, себя считаю, как бы, неким, как бы, создает атмосферу, в которой живут люди. И, как бы, как ни крути, что бы я ни делал, оно тем или иным образом будет воздействовать. И, то есть, вот это тоже мероприятие, это, как бы, попытка, как-то, не знаю, какие-то положительные эмоции. Может, что-то там будет. Эмоции, вот, да. Не важно положительные, отрицательные, просто эмоции людям подарить. К сожалению, портал на озере так и не появился. Природа внесла свои коррективы. Под словами воды и снега лед просто невозможно достать, не утопив бензопилу. Поэтому художники покажут себя в следующих конкурсах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. К новостям экономики. В Рязани работает финансовый супермаркет. Это новая форма взаимодействия с клиентом. Широкий перечень услуг позволяет экономить свое время и деньги. Подробности далее. Быстро, удобно, надежно финансовый супермаркет предлагает широкий спектр услуг. Здесь только новые тренды и проверенные технологии. Ваш финансовый помощник не только предоставляет финансовую поддержку, но и заботится о своих клиентах. Это новая форма взаимодействия. Благодаря работе финансового супермаркета возможно осуществлять денежные переводы до оформления страховых полисов. Здесь же доступны потечные кредитования, оплата ЖКХ и прием сбережений. И все это можно сделать в одном месте. А самое главное – Ваш финансовый помощник. Организация, проверенная временем. Сами представители бренда высоко ценят время и деньги своих клиентов. А безопасность готова подтвердить документально. Компания «Ваш финансовый помощник» является банковским платежным агентом ряда банков и ведущих страховых компаний. В офисе компании можно произвести оплату жилищно-коммунальных услуг без комиссии, осуществить денежный перевод в любую точку мира, оформить более 60 видов страховых полисов от компании ВСК, Абсолют страхования, Тиньков страхования, разместить сбережения денежных средств, оформить заявки по ипотечному кредитованию и кредитованию под залог имеющейся недвижимости, приобрести лотерейные билеты от компании «Столото». Риелторы отметили профессиональный праздник. Лучшие получили награды от Рязанской палаты недвижимости. А также прокачали свои навыки в интеллектуальных играх «Что, где, когда» и эмоциональный интеллект. Подробности в сюжете Галины Кудряшовой. Неклассические посиделки. 8 февраля день риелтора в Рязани отметили в новом современном формате. Лучшие специалисты по недвижимости прошли сразу несколько бизнес-тренингов. Ближе познакомились с коллегами и с собой. Например, прокачали эмоциональный интеллект. Тема эта сегодня крайне востребована. Это одна из компетенций, так называемых «софт-скиллов», которые сейчас качают в бизнесе. Для России это вообще новшество. Ну и концепция в чем заключается? В том, чтобы быть эффективным и достигать результата в условиях большой неопределенности, которые сейчас на рынке нашем происходят. На тренинге риелторы научились правильно ставить цели и прогнозировать результаты. Лекции, интеллектуальная игра «Что, где, когда» и забавные упражнения стали частью традиционного праздника. День риелтора в нашем городе отмечают более 20 лет. Его бессменным организатором выступает Рязанская палата недвижимости. Люди, которые организовывают подобные мероприятия, они в первую очередь думают, для чего мы это делаем. Ну поразвлекались и забыли, разбежались. Но надо еще думать и о том, что будет, собственно говоря, завтра. А завтра остаться должен быть какой-то легенький осадочек, который, собственно говоря, позволит перемешаться это в какой-то новый поток креатива. На этот раз в зале собралось более 120 человек. Это и члены Рязанской палаты недвижимости, и представители других агентств, а также банков и оценочных организаций. Очень весело, очень интересно, позитивно. Что-то новое для себя можно узнать. Я на этом празднике присутствую третий раз. С каждым разом он все лучше и лучше. Это горячие глаза, это веселье, это атмосфера праздника. На самом деле много новых коллег у нас из года в год. И формат общения все лучше и лучше становится. Обучаться всегда интересно. Преподают много интересного. С других городов поделиться опытом. Ну, в общем, все классно. Приятным моментом праздника стало вручение наград лучшим в своей сфере. Новичков поздравили с удачным дебютом в профессии, а опытных с заслуженным результатом. Стоит отметить, что День риелтора в этот раз встретили очередной победой. Утверждены профессиональные стандарты работы. Это поможет тем, что уйдут с рынка черные риелторы. Еще больше будет повышена защита потребителя. Соответственно, смогут работать только аккредитованные, аттестованные профессионалы. Честные и открытые сделки в соответствии с российским законодательством. Именно такую политику ведет Рязанская палата недвижимости. Из года в год она помогает компаниям выстраивать долгосрочные деловые отношения и оказывает людям качественные услуги. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего хорошего. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».